Здравствуйте, гости! Дорогие! Женатые! Родные! Женатые! Работаем! Мы ведем репортаж из древнего города Крушино. Сегодня день рождения города. Ему исполнилось 500 лет. На праздник съехались гости из области, из столицы, из других городов России. Стоп! Стоп! Вы что, не видите, у нас съемка? Я хотела бы представить вам директора Крушинского национального парка Александра Александровича Савельева. Здравствуйте. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, как становится директором заповедника? Случайно, наверное. Не знаю, я как в 74-м лесотехническую академию закончил. Сразу попал сюда. Сначала не с ней, чем работал. Потом стал директором. А что бы вы хотели сказать телезрителям в этот праздничный день? Что я могу сказать? Любите землю, на которой живете. Храните ее. У Ахматовой был такой стих. Называется «Родная земля». Можно я прочитаю? Конечно. В заветных ладанках не носим на груди. Они и стихов навзрыд не сочиняют. Наш горький сон она не бередит, Не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи, Хворая, бедствуя, немодствуя на ней. Они не вспоминают даже. Но ложимся в нее и становимся ею. Оттого и зовем так свободу. Своей. Антон. Кто? Извините. Антон! Привет, мой дорогой, привет. Оно мне не идет, спасибо. Я за тобой приехала. Я не могу. Поля, понимаешь, я дал подписку о невыезде. Нет, уехать домой я вам разрешаю. Ты видишь, дорогой, как все удачно складывается. Я лучше знаю, что тебе надо. Поля, я... Дело в том, что я... Я не хочу. Я понимаю. Это не легкий курортный романчик, а глубокое чувство, правильно? Глубокое чувство. Так скоропалительнее не возникает, Джеки. Поля, я тебя очень прошу. Не выясняй отношения. Ну, не выясняй отношения. Ну, просто, просто выезжай. Вы-то почему молчите? Папа, я знаю, что не вопрямо, но мне очень нужны люди. Антон Михайлович. Что? Антон Михайлович, все равно эта интрижка скоро кончится. Ну, почему же? Новой жене очень понравится каждое утро варить овсяную кашу, покупать безжиренный порог, следить, чтобы он вовремя принял лекарство от склероза, а через несколько лет бороться с его простатитом. Антон Михайлович, она моложе вас намного лет? Я увеляю вас, есть исторический опыт. Она вам скоро начнет изменять? Джеки, я прошу тебя, изменяй со мной, Джеки! Милые дамы, я любую с вами обельник. Вы такие добросердечные все, душевные. А, кстати, если вы рассчитываете на наследство, попромахнулись, квартира принадлежит мне. Что ты говоришь? Врача, его сыну балабон. И что здесь нет? А валютного счета у него нет. Он в боль перекатной. Нашу уточнение. Дача принадлежала, принадлежит и будет принадлежать отцу. Папа, нужны деньги, срочно. Уйди, прошу. Он, Каштан, ты еще этого не знаешь, а я знаю. Он уже не директор хирургического центра, понимаете? Министр подписал приказ. Думаю, что история с двумя миллионами ускорила решение. Так что он теперь просто докторишка. Так ты едешь со мной или нет? Ребят, подведете меня под монастырь? Вдвоем летать-то нельзя. Вы хоть плавать-то умеете? Да, плавать это... Ну ладно, принимаем позу кенгуру тогда. Чего? Какую позу? Кенгуру, значит вы, барышня, сюда становитесь, прижимаетесь спиной крепко к нему. А вы, молодой человек, ее обнимаетесь сзади и держите крепко. Трос натянется, ни о чем не думайте. Прыгаете и вы в воздухе, все понятно? Ага. Ну все, я пошел, будьте готовы. Хорошо прикрепили? Порядок. Папа! Папа, дай мне... Я понимаю, что я не вовремя. Срочно дай мне 150 долларов. Я проигрался. Пошли. Сынок, отойди. Ну не видишь, мы взлетаем. Полетели! Джеки, я люблю тебя! Сынок, отойди. Ощущение невероятное! Ага. Правда, я панически боюсь высоты. Вы что, дразните меня? Ты знаешь, не легко ими, я... Это действительно так. Просто дрожу от страха. Зачем же вы тогда полетели? Не знаю, ради тебя. Хотел оказаться на высоте. А вы на высоте! Помогите! Антон, держи себя в руках! Помогите! Нет, я лучше буду держать тебя. Помогите! Помогите! Продолжение следует... Помогите! 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 Я тебя вытащу! Ты где? Я здесь. Мне кажется, что я стою на чём-то твёрдых. Я тоже стою. Это очевидно мне. Ребёнка, вы как? Забирайтесь на катер, я вас обратно отвезу. Да нет, спасибо, всё нормально. Не надо, спасибо, спасибо. А ты действительно не умеешь плавать? Как топор. Ты знаешь, я панически боюсь воды. А если попадём в тумок и омут? А тебе не кажется, что мы уже в омуте? Ага. Кажется, что в этом омуте водятся не черти, а пленительная ведьма. Понимаю. Смокинг даже мокрый. Обязывает к политессу. Главное, ты не утонул. Я спасла тебе жизнь. Ты действительно спасла мне жизнь. А ты ради меня совершил подвиг. Бодвиг. Бощь! КОНЕЦ 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 Павлик, это что такое? Твои ребята взяли супермаркет? Паш, с твоей стороны это совершеннейшее свинство Мне вот теперь всего этого нельзя Я свое выпил А мне уж тем более ничего этого пить теперь нельзя, особенно при моем лекарстве этого Так стало быть, это все мне одному? Ну, вообще-то мне тоже врачи не рекомендуют Да я ведь чихал Я ведь врач Может, тогда чихнем вместе? Павлик, фу! Чего, Павлик, фу? Пить ты-то это что? Слушайте, а давайте колодезную воду У меня рядом с домом колодец с обалденной водой Ура!!! А-а-а-а-а! Владико, дай кассету, здесь я командую. Ты хочешь спрятать эту кассету? А может и уничтожить? Я знаю, ты спала с этим козлом. Не зверь называть его козлом!